Добровольцы Российского Красного Креста помогают арчанам, в чьи дома пришла большая вода. Сейчас в городе находится порядка 45 сотрудников, которые занимаются просушкой домов, из которых ушла вода. Люди по зову своего сердца сюда выдвинулись, то есть они все с разных регионов. Пришел такой поцел, что надо сюда ехать. Наши ребята, мы кинули клич, все, ребята приехали. Изначально нас приехало 8 человек, на данный момент сейчас нас насчитывает 17 человек. Вот одна из точек, где мы ведем работу, это вот эта точка. Здесь ведется просушка. Просушку мы начинаем с подвальных помещений, потому что, как вы знаете, тепло поднимается наверх. Делается вытяжка, нагоняется тепло. Там две пушки, одна пушка, в зависимости от квадратуры. В среднем на просушку одного дома уходит 4 дня. Тепловые пушки работают по 12-14 часов. Тут тепло напитается, тут уже по потолкам видно, что они уже просушиваются. Тут просто вот чуть-чуть не успели хозяева освободить помещение. А в целом лучше, конечно, помещение было пустое, потому что оно все равно так или иначе тепло на себя забирает. И теплопотеря существенная в целом. В таком формате ведется работа. То есть просушивается позвальное помещение, потом первый этаж, если до второго этажа второй этаж. В таком формате где-то 4 дня занимает. Каждый этаж вот 2 дня примерно. В доме Лидии Зубатовой вода стояла выше уровня окна. Как только стихия покинула помещение, Арчанка начала наводить в нем порядок. Сын женщины служит в зоне СВО. Но сейчас в отпуск приехал домой помогать. В первую очередь начинают просушивать те дома, в которых живут пенсионеры, многодетные инвалиды или семьи участников СВО. Они пришли ко мне сами. Тут я еще и возле них сказала, что у меня сын в СВО, что я хочу, чтобы у меня дом большой, хочу, чтобы его быстренько посушили. Потому что он прошел 40-й, 42-й, 57-й и 24-й год наводнения. Пусть стоит еще долго и радует людей. В доме у Булата Нургалеева пушки работали порядка пяти дней. Все праздники без выходных. Хотелось бы выразить ребятам с Красного Креста огромную благодарность. Сказать огромные слова спасибо за то, что они нас не бросили в беде. Ребята с большой жизненной активностью, с жизненной активной позицией. Помогли, подсушили дом, по всей улице все сделали. Но не только просушкой частных домов занимаются добровольцы. В больнице Надокучаева также идут работы, чтобы как можно скорее вернуть здание в рабочее состояние. На данный момент мы уже просушили более 800 квадратных метров первого корпуса. Проходит сейчас сушка у нас второго корпуса. Тоже подвал большой, тоже более 800 метров. И после чего сегодня начали работу на Южном Урале, по Цианате, для длительного размещения людей впоследствии там. Работы мы уже здесь шестой день. За шесть дней мы уже сделали много работы. То есть на данный момент у нас работает 26 пушек. Работают генераторы, от которых питаются пушки у нас. И продолжаем работу. То есть я думаю, в ближайшее время мы высушим это здание и приведем его в работоспособность.